Реальности левого и правого полушарий мозга. Есть еще одна составляющая в этой картине. Возможно, половину нашего времени мы потратим на левополушарную информацию. Такую, как геометрические данные, а также всякого рода информацию, которая многим духовным людям может показаться абсолютно неважной. Я это делаю, потому что, когда мы упали, то разделились на две, в действительности на три, но в первую очередь на две основные составляющие, которые мы называем мужской и женской. Правая полушария, которая контролирует левую сторону нашего тела, это наша женская составляющая. Хотя, по правде говоря, она ни мужская, ни женская. Там обитают наши аспекты, духовный и эмоциональный. Эта составляющая знает, что есть только один Бог, и только это одно существует. Хотя эта составляющая фактически не может этого объяснить, она просто знает истину, поэтому нет проблем с нашей женской составляющей. Проблема в нашем левом полушарии, в мужском компоненте. Вследствие ориентации мужского полушария, который есть в зеркальной отражении женского полушария, логика у него выступает на первом плане, то есть доминирует, в то время как у женского полушария логика отходит на задний план. Левое полушарие не ощущает единства, когда оно обозревает реальность. Все, что оно видит, это разделение, разобщение. По этой причине наш мужской аспект переживает трудное время здесь, на земле. Даже наши главные священные книги, такие как Коран и Библия, разделяют все на противоположности. Левое полушарие полагает, что Бог есть, но есть также и дьявол. Возможно, не такой сильный, как Бог, но имеющий огромное влияние. И так даже Бог рассматривается в свете дуальностей, как один полюс из противостоящих сил тьмы и спета. Это характерно не для всех ответвлений этих религий. Некоторые из них видят, что есть только один Бог. Но до тех пор, пока левое полушарие не сможет увидеть единство во всем, не поймет, что на самом деле есть только один Дух, одна сила, одно сознание, пронизывающее абсолютно все сущее, пока оно не познает это единство, отринув всякое сомнение, до тех пор разум остается отделенным от самого себя, от своей целостности и от полноты своего потенциала. Если же будет хоть малейшее сомнение относительно единства, то левополушарный аспект будет нас сдерживать, и мы больше не сможем ходить по воде. Вспомните, даже Фома неверующий ходил какое-то время по воде, когда Иисус попросил его об этом, но одна маленькая клеточка на большом пальце ноги сказала, «Постойте-ка, я же не умею этого делать», и Фома покрутился в холодную воду поляризованной реальности. Куда ведет нас эта информация? Я стараюсь, чтобы вам было ясно, без малейшей тени сомнения, что во всем присутствует только один образ. Есть один и только один образ, по которому сотворено все то, что существует. И это тот самый образ, который создал электромагнитное поле вокруг вашего тела. Ту же самую геометрию, которая имеет ваше поле, можно найти повсюду, вокруг планет, галактик, атомов и всего остального. Мы будем детально исследовать этот образ. Мы собираемся также рассмотреть историю Земли, потому что очень важно для нашей нынешней ситуации. Мы не сможем по-настоящему понять, как мы здесь оказались, если не будем знать, какой процесс привел нас в эту точку. Поэтому мы потратим значительную часть времени на обсуждение того, что произошло давным-давно, затем медленно пойдем вперед, пока не подойдем к тому, что происходит сегодня. Все это взаимосвязано, все время происходит одно и то же, происходит до сих пор, фактически это никогда не прекращалось. Те из вас, у кого преобладает правое полушарие, могут почувствовать желание пропустить этот левополушарный материал, хотя для вас очень важно задержаться на нем. Именно через достижение равновесия обоих полушарий возвращается духовное здоровье. Когда первое полушарие, левое полушарие, видит абсолютное единство, оно начинает расслабляться и мозолистое тело, пучок лавок, соединяющих оба полушария, открывается по-новому, обеспечивая объединение двух половин. Связь между правым и левым полушарием укрепляется, информация передается туда и обратно, в противоположные стороны мозга начинают объединяться и действовать синхронно. Специальное оборудование для отслеживания биологической обратной связи позволяет видеть, как это происходит. Это особым образом включает шишковидную железу и дает возможность медитативно активировать тело света Меркаба. После этого становится возможным весь процесс восстановления и возвращения в прежних более высоких уровнях создания. Это процесс роста. Если вы изучаете любую другую духовную практику, то нет необходимости перестать ее практиковать, чтобы начать работать с Меркаба. Конечно, в том случае, если ваш учитель не возражает против смешения традиций, другие медитации, в основе которых лежит истина, могут быть весьма полезны, когда начинается вращение Меркаба, поскольку тогда чрезвычайно быстро появляются видимые результаты. Я повторюсь, чтобы вы знали наверняка. Тело света Меркаба не противоречит и не препятствует никакой другой медитации или религии, которая основана на вере в единого Бога. И так до сих пор мы говорили только об основном духовности. Это только начальные шаги, но эти первые шаги самые важные из тех, которые мне известны. Вашему левому полушарию может нравиться вся эта информация, и она может аккуратно раскладывать ее по полочкам. Это прекрасно. Вы можете расслабиться и читать это как приключенческую повесть. или как некую фантазию, но как бы вы не читали эту книгу, важен тот факт, что вы ее читаете и получите то, что вам необходимо получить. Теперь давайте вместе в духе единства отправимся в это исследовательское путешествие. Бросаем вызов представлениям наших родителей. Многие идеи, в которых мы верим сегодня, и факты, которые у нас учили в школе, просто неправильны, и люди по всему миру начинают это осознавать. Конечно, эти представления считались правильными в то время, когда этому учили, но позднее понятия и идеи менялись, и следующее поколение обучали уже другим истинам. Например, представление об атоме за последние 90 лет менялось коренным образом так много раз, что сейчас уже не придерживается строгого какой-то концепции. Используется одна концепция, но заговорка, что она может быть ошибочной. Однако одно время считалось, что атом подобен арбузу, а александр находится внутри атома, как семечки. Мы действительно очень мало знали о реальности, которая существует вокруг нас. Кландовая физика показала нам сегодня, что человек, проводящий эксперимент, влияет на его результат. Другими словами, сознание может менять результаты эксперимента в зависимости от того, во что оно верит. Существуют другие аспекты на нас сами, которые мы считаем истинными. Хотя это может быть совсем не так. Представление о том, что мы единственный мир, в котором существует жизнь, бытует уже продолжительное время. В глубине своей души мы знаем, что это не так. Но мир не признает это в наше время, несмотря на убедительные данные наблюдений НЛО, приходящие из всех районов планеты в течение последних 50 лет. В существовании любого другого объекта мир мог бы поверить, если он не так угрожающий, как НЛО. Поэтому мы рассмотрим доказательства того, что существуют более высокие уровни сознания во Вселенной, причем не только на звездах, но, возможно, прямо здесь, на Земле. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...